Ты подливал мне яд в бокал, а я пила покорно. И ай, расшумел вокзал, мне было неспокойно. Ты говорил мне, объяснял, оправдывался часто. Старалась верить, что не врал, старалась, но напрасно. Ты всё время обещала, я ждала, как дура. Не краснее в глаза лгал, такая у тебя натура. И ты так профессионально по сердцу лезвием прошёл. И нож вонзил по рукоятку, не видя мою боль. Ты подливал мне яд в бокал, а я пила покорно. И дорожила я тобой, а ты мне сделал больно. Как-то девочки втроём пили винчик вечерком. Перед сменой в стриптиз-баре расслаблялись на диване. Говорит одна богиня, в караоке пья сходила. Только чтобы на всю ночь туда гостя уволочь. Рыжая ей говорит, хочешь, так тому и быть. Выпьем, чтобы при деньгах съезжались гости в попыхах. А я б хотела, чтобы нефтяник посадил на романтик. Чтобы пел не дифирам и сейчас прям здесь возник. Беленькая ей говорит, хочешь, так тому и быть. Выпьем, чтобы при деньгах съезжались гости в попыхах. А я домой хочу пойти, от всех чаюху унести. И чтоб не меньше косаря от каждого она была. Ещё продление хочу. Оно мне, знаю, по плечу. Часов шестнадцать и не меньше. В руках с коктейлем по вкуснейшим. Замигал вдруг заль свет. Музыку диджей прибавил. И девчачий комитет менеджер гостям отправил. С первого взгляда безумно влюбилась. И навсегда потеряла покой. И вся жизнь моя остановилась, думая только о нём. Я ночами не сплю, мечтаю, на фото смотрю его. Я так чётко всё представляю и жить не могу без него. У вселенной помощи прошу. С головой зарываюсь в работу. Я так сильно его хочу. Вот послала судьба заботу. Но, пожалуйста, кто-нибудь, но хотя бы на день рождения подарите, очень прошу, бриллиантовое украшение. Котик, зайчик, пупсик, пуся, расскажи мне про ту тусу. Я на тусу не ходил, я же денежку копил. На машину, рестораны, ожерелья, каблуки, чтобы ты, моя родная, могла съездить на Бали. Ладно, миленький, не ври. Тебя видели подруги. С белокурой бабой ты танцевал на тусе в клубе. Могу фотки показать. Или скажешь мне, как есть? Посмотри, их целых пять. Ты довольный такой здесь? Ты, наверное, считаешь, то, что я совсем козёл. Что ты, милый, огорчаешь? Да ты конченый, гандон. Ладно, милый мой. Езжай с новой на Бали подружкой. Можешь ей купить права. Накопил хоть на окушку. Ожерелья, каблуки, новой бабе подари. Писается пусть кипятком. А ты на это посмотри. Что ж, вперёд, труба зовёт. Не задерживай больше. Пламенный ей мой привет. Звони, скорее зови в гости. Ты уходишь, дорогая? Нет, уходишь, милый ты. Ключики оставь у двери. Тебе больше не нужны. Фулл-стрит на сцене и цветы средь атмосферы новогодней. Рядом подруженьки мои раздеты тоже. И громко объявляет диджей из диджейки. И гости дарят мне свои аплодисменты. Торты, как водится в гримёрке, сегодня можно. Большой был выбор в перекрёстке, но выбрала творожный. Своих эмоций не скрываю. Мне так приятно. День рождения в стриптизе-баре впервые отмечаю. Я на тебя боюсь дышать и наглядеться не могу. Мне б хоть немножечко поспать, а я смотрю, смотрю, смотрю. Я представляю, завтра вечер все будут на меня смотреть, а я с тобой, глазу нежно, от счастья хочется взлететь. О, Боже мой, я так мечтала, и, наконец, мечта сбылась. И пусть немножко запоздала, на парусах ко мне неслась. О, Боже, так тебя люблю. Я с тобой прям, мадемуазель. И я другую не хочу. Моя сумочка Шанель. За руку нежно, покошачье, его за шторку завела. Прижав к стене, слегка прогнулась и взгляд в свою сторону отвела. Потом, схватив его за руку, толкнула в кресло, он упал. И лифчик полетел к торшеру. И у него в моменте встал. Она на нем опять прогнулась, межно коленом провела. А он сидел, слегка зажмурясь. Она первая была. И, схватив его за галстук, к щеке его прижалась ближе. А он дышал так напряженно, что даже музыку не слышал. Она спустилась плавно на пол, рогатка, трусики в торшер. Он покраснел и чуть не кончил, но совладать с собой сумел. Впивался он руками в кресло и часто закрывал глаза. Она, как будто бы не видя, все время гладила себя. За июня все, сказала, время. Может, мы еще продлим? Но он скачал в каком-то гневе и быстро бросился в сортир. Она тихонько улыбнулась и, подобрав свое белье, мимо столов пошла в гримерку. И все смотрели на нее. И снова в атмосфере клуба, где вы проводите досуг, заказывая виски грубо, оглядывая всех вокруг. И я вам со сцены улыбаюсь, держась руками за пилон, в портере кошки прогибаюсь, ваш отгоняя сон. И, выслушав все комплименты, вы мне закажете коктейль. Расскажите, что все отлично и почему здесь без друзей. Потом меня учить начнете. И говорить, что здесь болото. И то, что в клубе мне не место, нужна другая мне работа. И говорить, что влюблены буквально с первого же взгляда. И говорить, что лишь со мной быть хотите рядом. Начнете говорить про связи, друзья с деньгами, и деньги, и о компании своей, и о квартире в центре. И то, что с завтрашнего дня, коль я уйду из клуба, в компании найдете должность и станете супругом. И рассыпаясь в комплиментах, мне обещают звезды с неба. Будете смотреть на сиськи за столом соседним. Вы мне оставите на чай, и сходите со мной в приваты, оплатите на сцене танец под песню униформата. А утром с вами мы простимся. Вы будете изрядно пьяны, а в кошельке лишь карта, тройка, и абсолютно пуст карман. И на метро, на электричке поедете к себе домой. А послезавтра, по привычке, на смену выйдете в озон. И не придете, как клялись, в мою очередную смену. Займете денег у родных, чтоб жена не закатила сцену. И снова, в атмосфере клуба, где все проводят свой досуг, вы появитесь не скоро, совсем не скоро, милый друг. Следующее стихотворение посвящается любви всей моей жизни. Оторвали от маленькиной сиськи и отправили в дом чужой. Хозяйка, красивая, словная артистка, и теперь не хочу другой. В первый же вечер меня курицей с рук кормили, груди прижимали и говорили, что я самая лучшая в мире мини. Меня здесь частенько кормят с рук, балуют и целуют. А иногда я с хозяйкой сплю, и жених ее не ревнует. Он даже сам иногда засыпает со мной в крепких объятиях. Но так скучаю, когда хозяйка моя надолго меня оставляет. И чтоб как-то тоску унять, блуждая одна в квартире, я начинаю шкаф открывать лучшую хозяйку в мире. И достаю из того шкафа я все, до чего дотянулась. Рубашки, футболки, носки и пару белья. Все это и тапки тоже. Я тащу на лежанку и, уткнувшись носом в одежду, жду я свою хозяйку, грызя ее тапочек нежно. Но только зазвенят ключи, откроет хозяйка дверь. Я тут же лечу под кровать, знаю, что попадет теперь. Так за что же меня ругать? Объясните, никак не пойму. Я не люблю тосковать, с хозяйкой я быть люблю. Не вывозит дядя Женю тетю Машиной капризами. И уже почти неделю спит у секретарши Лизы. Лиза девочка с глубинки и в столице лишь полгода. Не посещают вечеринки, с дядей Женей сидит дома. Дядя Женя приучает Лизоньку к столичной жизни. Ей деньгами помогает. И почти что бескорыстно. Тетя Маша плачет громко. Муж ее ушел к девчонке, что на 20 лет моложе. Что же происходит? Боже! Ну а Лиза подпривыкла. Ей дядя Женя купил тачку. Ей переписал квартиру и на катуаре дачку. Тетя Маша уж смирилась и почти что не рыдает. И с соседом дяди Васи частенько вечером гуляет. Ну а Лизу не узнать. Бриллианты соболя. Дядя Женя ее возит раз в полгода на моря. Но всему конец приходит. Дядя Женя вновь устал. По тете Маше он тоскует. По домашним вкусным щам. По соленьям, огороду, по рыбалке с дядей Васей. И уже с ума не сводит. Лиза как сводила раньше. Он все чаще пропадает на работе допоздна. Тетя Маша пишет в личку. Но тетя Маша занята. И как-то раз решил с работы он уйти намного раньше. Купил конфеты и цветы и поехал к тете Маше. Двери он открыл ключами и от злости покраснел. Тетя Маша и дядя Вася на гитаре песни пел.